Романа Фёдор Михайлович Достоевского Граф, вы идиот. Понимаете, вы идиот. На дворе 18 век вы обратились к нам, чтобы мы разработали для вас дизайн фамильного керба. Я попросил вас неделю назад набросать какие-то свои вариантики, своё видение, так сказать, да? Да. И что же вы принесли? Граф, вот что вот это такое? Как что? Это мышь. Символ моего рода. Самый примитивный вариант. Никакого креатива, никакого позитива, всё просто и правдиво. То есть символизирует адекватность. Адекватность? Конечно. То есть вы считаете, вот так вот выглядит адекватная мышь? Да. В 18 веке? Безусловно. Вы идиот. Однозначно. А что означает вот эта вот надпись? В, 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 Петербург. Вы что, заика? Нет. Это, это адрес. Адрес? Ну, в смысле, ссылка. Ссылка. То есть какие-то поры интересные, за какие дела стали ссылать в Петербург, столицу Российской империи. Вы идиот, график. Ну ладно, оставим это. Наставим. Что вы тут ещё нам намалевали? Что вот это вот такое? Объясните, пожалуйста. О, это разные виды мышек. Мышь оптическая. Символизирует зоркость и дальновидность нашего рода. Лазерная мышь. Символизирует пока ничего. Так как лазера пока тоже нет. И снизу, так сказать, в основании, мышь классическая. Символизирует возвращение к истокам нашего рода от бытия непроисходимости всего бытия. Я не совсем понял, граф, я понимаю, вы идиот, но вот тут я с вами согласен. Мышь что-то похожее. Вижу хвостик, вижу спинку, ушки, глазик, вижу усики, ножки. Это не усики. Это кто-то паучка оставил на коврике для мышки. И я случайно отдавил ему две передние правые лапки. Граф, вы подстилайте мышкам коврики. В тайге крестьяне замерзают, а вы подстилайте мышкам коврики. Вы идиот, вы идиоты. И следующая ваша версия только подтверждает мою гипотезу. Вот это вот что? Это оторванная мышь символизирует стремление к свободе. Свободе от чего, граф? От остатков здравого смысла? А? Впрочем, после следующего варианта я вообще отказываюсь чему-либо удивляться. Итак, это у нас... Это у нас две мышки. Трутся друг от друга шариками. И светятся от удовольствия. Напись Love Is символизирует любовь. А напись Make Me A Click символизирует продолжение нашего рода. Но знаете, граф, вот на продолжение рода мышкиных я бы не настаивал. Особенно после следующей версии герба, которую вы нам представили. Что здесь происходит? О, эта кошка играет с мышкой. Символизирует полнейший кизяк. Кизяк. А почему у этой кошки с глазами кизяк? Это кошка задрот. Вы бы сами поспилили в контру сутки и через двое на протяжении полугода. Я бы посмотрел на ваши глаза. Граф, я половину слов из ваших уст вообще не понимаю. Вы не просто идиот. Вы сложно идиот. Проще надо быть граф, понимаете? Герб должен быть простым и доступным для восприятия. Я бы на вашем месте брал пример с вашего кузена. Графа Подмышкина. Вот. Вот это, понимаешь ли, образец того, каким должен быть простой и доступный для восприятия герб. Что он символизирует? Этот герб символизирует. Привет. Привет. А какой девиз? С волосами или без? Рот подмышками в зе бесть. Понимаете? Вот это красота, вот это гармония, комплексный, так сказать, подход. А вы? Не знаю, мне это не очень нравится. Я вот придумал свой вариант. Герба для моего кузена. Да? Мне страшно и любопытно одновременно. Хм-хм-хм-хм-хм. Вот. Что это? Это герб моего кузена. Он символизирует трудолюбие и подмышку одновременно. Пот. И к тому же сразу становится понятно, кто автор дизайна. Мышкин. Отмести пот. Мышкин. Граф, вы идиот. Вы полный идиот. Я напишу книгу и назову ее идиот. И никто никогда не забудет, граф, о том, что вы идиот. Понимаете? Идиот. Федор Михайлович, а может вы мне покажете свой герб? Да, пожалуйста, пожалуйста, это легко. Вот. Что это? Это мой герб. И что он символизирует? Он символизирует проникновение в мозг. А какой текст? Девиз простой. Я достаю из черинки штанин, у которых зашиты карманы. Что? Как что? Я Достоевский. И я достаю романы.